И снова здравствуйте! Компания Доктор Илон, меня зовут Иван. Мы на том же месте, где снимали видео про FSD 8.2 Beta. И на этом же месте, на следующий день после выхода видео, мы снимаем новое видео с новой машиной Model Y. Видео про версию 9.1 FSD Beta от компании Tesla. И будем смотреть, как это работает в наших реалиях. Сразу хочу сделать акцент, что мы это делаем не на коммерческой основе, не для продажи. Мы это делаем, потому что нам это интересно. Нам интересно посмотреть, как автопилот Tesla, который разработан программистами из Штатов, как он будет работать в реалиях, для которых он вообще не предназначен. Насколько он видит другую картинку и как он будет вообще, в принципе, работать в других регионах, если законодательство его пропустит. Для объективности сравнения, мы выбрали тот же маршрут, по которому мы проехались с версией 8.2. И по этому же маршруту пройдемся на новой машине с новым автопилотом от Tesla. Сегодня мы повторим тот же маршрут, но как вы там все в комментариях писали, что уже намного свежее бета, а мы на старый. Вот мы сейчас проверим на актуальной версии беты, как она едет. Ну что, начинаем движение? И что изменилось с тех пор. Да, поехали. Точками она прорисовывает теоретическую траекторию, да, как ей ехать? Давай немного усложним ее задачу и включим автопилот, не так, как в прошлый раз, из правого ряда. Только скорость ограничивает. Да, да, да. Сразу мы можем длиться. Слушай, сразу принимают левый ряд. В принципе, отображение того же самого, только в гораздо лучшей графике. Да, верно. Так, отлично. Остановилась. Ну, потому что еще перелет. Перед опасным перекрестком, да, и видят машины. Причем, видит она гораздо дальше, чем отображает здесь. То есть, машины мы глазами видим, вот, на картинке они не отображаются. Сама начнет? Да, вот она пишет, что по чуть-чуть движет вперед и ждет, чтобы было видно намного лучше. Для начала крайне лево тоже неплохо. По правилам, в принципе, так и нужно поворачивать. Ну, не совсем безопасно. Слушай, ну, очень похожая траектория и едет. Так, дальше я постараюсь как можно меньше вмешиваться. Уже закроем глаза на полосу общественного транспорта. Сейчас в 4 утра все равно не ходят. Позже 5. Ну, тем более. Как думаешь, в таком варианте ее можно пускать уже в массы? Я думаю, что еще нужно тестирование. Конкретно в плане чего? В плане навигации. Потому что сейчас она едет конкретно по нашему кастомному виду навигации, которого нету ни у кого, кроме как у нас. Чтобы машина могла ездить по Киеву. Вступление через 100 метров. Так, немножко сбавим ее скорость, потому что сейчас будет брусчатка и опасный перекресток. Машина будет ездить слева. Остановилась, пропустила, увидела ее заранее. Все равно пытается постоянно вернуть максимально возможную скорость. Ну, это связано с навигацией больше, чем с собой бета-прошивкой. Интересно. Смотри, как отображает людей возле микроавтобуса, да. Детализация сумасшедшая точная. Слушай, она у нас сколько? Раз, два, три. Три перекрестка проехали очень успешно. Да. Опять. А, она после каждого перекрестка хочет поднять скорость. Заметил? Да. Да. Я даже не знал, что комментировать. Все четко. Пока что. Вступление через 100 метров. А сколько сложно реализовать, чтобы автопилот видел лежачие полицейские? Довольно-таки сложно, потому что их слишком много разновидностей. Нету какого-то прям общего стандарта. Регламента. Да, регламента, в котором в каждой стране они абсолютно разные. Что в Европе, что в Америке. Поэтому, в принципе, из-за этого не так-то просто обучить машину понимать с помощью зрения, только зрения. Потому что радар банально просто не увидит это как препятствие. Соответственно, да. Сама, извините, перебью. Это просто за счет. Вот прям пять баллов. Проехала, да, аккуратненько. Это везение или это она... Так ты должна была проехать. Это собаки. Это собаки. Которые решили тоже отдохнуть. Это не искусственный интеллект. Так. Слушай, она увидела. Но она подумала, что это человек собака старая. А теперь нарисовал потом, как собак ее. Да? Да. Я не заметил, потому что постоянно глаза бегают на экран. Что же она здесь показывает? Я хочу видеть просто, насколько машина отображает дорожную обстановку на экране. Она пока что думает, что он может... Как проехать, да? Ехать, да. Вот, что она пытается подсвечивать ее. Да. И думает, что либо она поедет, либо не поедет. Но, скорее всего, когда загорится зеленый свет, я на виду, что этот машина... Давай посмотрим. Да, да, да. В принципе, места для того, чтобы проехать, хватает. Ну, то есть, я как водитель, я бы приехал здесь особо не задумываясь и особого дискомфорта мне бы эта машина не создала. Попробуй нажать на акселёром, я тоже думаю так. Попробуй, пробуй, сожми. Не поехала. За что? Откисывает. Вот. Поехала. Я добавляю только газ. Рулем она сама работает. Нормально. Включаем еще раз. Ты это видишь? Она бы проехала. Если что, у нас очень хорошая малярная камера. Да. Конкретно здесь стрелки нет. Но, как и в прошлый раз, она решила... Один в один, на этом же, да. А здесь тоже направо. Так, опять... Тут она не дернулась, заметили? Она просто раз тут дернулась очень сильно на центр дороги. Ай, будет еще раз. Она уже зажает. Сейчас закончим маршрут и можем еще раз сюда проехать. Можем его пять раз проехать. Она сейчас пытается вправо, но видит из-за того, что машины уже искусственный интеллект не позволяет и сразу бросится вправо. Опять лежачий полицейский проще остановиться. Вот если лежачий полицейский будет стоять везде возле пешеходных переходов, которые Tesla как раз и старается, если их видит, то оно видно на ЮАйке, что она видит пешеходный переход, и на нем заблаговременно. Вот так вот она это делала в прошлый раз, в принципе, сейчас точно так же, пока они и правы сразу. А для того, чтобы поднимать направо? То по поводу пешеходных переходов, вот ты сказала, лежачих полицейских, если будут лежачие полицейские ток возле пешеходных переходов, тогда, я думаю, она будет корректно работать. Так вот место я поставил посередине. Сейчас, подожди, я смотрю, как она закончит, может, все? Все, она уже закончила? А, вот так вот. Я думал, она просто припаркуется, самая здесь. Возьми тебе где-то точку, ну, почему, это тоже реализуемо, легко, смотри. Понимаем. Когда навигация, это проложено, что здесь есть места для парковки, когда-то уже либо вручную, либо... Места для парковки это хорошо, но смотри, она же понимает разницу разметки и разницу конца дороги. Остановиться посреди перекрестка, это не совсем правильно, можно остановиться в конце дороги. Вот смотри, я сейчас поправлю, она только что написала, что... Ой, сейчас закрою. Она так что написала, что... Она прямо сказала. Она так что написала, что навигейдер на топилот закончился, нажми на педаль газа, что продолжила она ехать просто на автопилоте. Она просто останавливалась, но ты мог дальше просто нажать газ, она поехала на автопилоте дальше по прямой. А там не остановилась, просто как копанная на месте. Потому что мы не продолжили ей, соответственно, ну, ты ждал, что она сама дальше как-то придумает, но тут не заложен такой механизм, чтобы машина за тебя думала, где еще встать, потому что ты отвлекся или сидишь в телефоне. Ты должен быть во все внимание, как машина едет и, соответственно, принимать решение, что вот она закончила, приехала на тот маршрут, который ты хотел, и твоя машина просит, подтверди нажатием педали газа, чтобы ты продолжил движение дальше на автопилоте. Она просто уже без конкретного какой-то маршрута, она просто объехала вперед. А пока что я пойду за крышкой? Не, ну, на самом деле она намного, намного ярче, намного круче проехала. Хотя, с другой стороны, мы ехали и тогда, и тогда ночью. Смотри, истеричные моменты были у нас днем в основном. На прошивке 8-2 у нас машина дергалась, как правило, днем. Здесь у нас было раз-два, две аварийные ситуации. Вот, и то одна я так с перестрафовкой, возможно, машина бы и увернула. Возможно, допускаю, но я на всякий случай увернул заранее. А во второй там однозначно была аварийная ситуация. Едем на тот же перекресток. Тоже самое, прекрасно проезжаем еще раз. Поехали. Так, тот же перекресток, красный свет. Я сбавляю скорость оперативно на 20. И мы опять не остановились на красный свет. Что-то ей не нравится. Что-то ей не нравится, да. В этом слофоре. Сама включила поворотник. Интересно. Сама еще остановилась. Слишком рано, но окей. Она, по-моему, хочет повернуть направо туда. А ты выключи поворотник. Она ее сама включила. Нет, она рисует ее прямо. Она, наверное, по памяти ничего не прокладывает. Пускай едет. Нет, не прокладываю, просто смотрю, как она тут рисует ее. Давай, подожди. Вот, видишь, что получается, как это у нас навигация больше проблема. Тректория прямо. Да, тректория прямо. И по памяти она хочет направо. Но из-за того, что навигация заложена на этой слофоре, можно поворачивать направо на красный. Поэтому она и поворачивает у нас на красный. Ну что, включаем, возвращаемся к красному корпусу университета Шевченко от нашей финальной точки маршрута автопилота. Что мы увидим с проезда от того перекрестка с слофором, когда она поворачивает на красный, что возможность поворачивать на запрещенный знак слофора лежит именно в навигации, а не конкретно автопилот воспринимает эту информацию. Соответственно, если дальше дорабатывать нашу навигацию, то нужно будет пересмотреть эти ограничения, которые Тесла их вносит, и править их в соответствии с реалем. Но для этого, к сожалению, нужно ездить по всем этим улицам, смотреть, где можно или нельзя, или наоборот, просто везде это выключить, чтобы можно было на запрещенный поворачивать. Слушай, ну Тесла вроде бы собирают информацию с других машин, которые ездят по этим маршрутам, вот, собирают информацию с камер, Тесла наверняка может собирать информацию по скорости движения, там, высчитать среднюю скорость, с которой другие Теслы с автопилотом проезжают этот маршрут, и задать его как оптимальный для этого участка дороги. Так можно сделать? Ну, невозможно, но ты же никогда не знаешь, как дорожная обстановка меняется. Имеется в виду... Появились ямы, согласен, окей, появились ямы, но если там, например, дорожные работы, вот здесь сейчас дорожные работы, их не обязательно, информацию о них собирать с других автомобилей, потому что она объехала препятствия четко, только что. Мы сейчас говорим больше о проезде на запрещающие знаки, тут в этом немного другая история. Допустим, другие люди могут просто нарушать в этом месте, и если машина это будет запоминать, но это тоже не совсем корректно. Согласен. Особенно в наших реалиях люди могут и на красный, и многое правило нарушать. Ну, водителя на Теслах не нарушают, как правило, это культурные, воспитанные, порядочные водители. Обычно это автопилот нарушает. Да. Как вы видели, навигация так построена, к сожалению, приходится нарушать. Был также вопрос, почему мы снимаем ночью, или там не видно рук или ног водителя, участвует он или нет. Мы сейчас снимаем по банально простой причине, потому что нету пробок, и намного проще... Как минимум, это безопасно. Да, безопасно в плане отношения нас к людям и людей к нам, что намного меньше риском того, что мы подвергнем кому-то и окружающих риску. Еще для специалистов хочу отметить, что вот эта выделенная пиктограммка с синим значком означает, что автопилот включен. Это к комментариям. Ответ на комментарии, скажем так, да. Это есть такой глюк у этого автопилота иногда, что... Она пешеходный светофор восприняла как красный, да? Обычный светофор, который сейчас хочет желтого в красный перейти, но на деле он не хочет перейти к желтому в красный, поэтому... Чуть-чуть коснулся, да, и она поехала. Ну, точно так же и, скажем так, обычный автопилот себя точно так же на трассе ведет, когда видит мигающий предупреждающийся на фортуке. Как думаешь, что добавят в десятую версию автопилота? Чтоб он, наверное, я думаю, мог принимать более, скажем так... Вот, допустим, были превью новой байты автопилота еще следующего поколения. Они показывали, как автопилот себя ведет на примере двухстороннего движения по одной полосе, как он принимает решение на основании того, что он видит. Вот, как мы видели один из примеров, когда она видела машину, которая мешает, и автопилот ее нам уводил светло-серым значком, что он не мог понять и определиться, это машина, которая стоит или которая едет, и как ее брать в расчет, что это как препятствие или как машина, за которую она должна ехать. И, допустим, в следующем эти они там показывали, что машина обучается и может даже принимать инициативу в этих движениях. Когда в одной полосе, чтобы видеть, распознать, что машины уступают и им позволяют проехать. Кстати, насчет уступают. Такие сигналы других водителей, как, например, я тебя пропускаю, проезжай. Можно сделать так, чтобы автопилот воспринимал технически? Сомневаюсь, честно скажу. Из интересного было бы еще сейчас проверить, то, что Tesla сказал, что автопилот сейчас очень сильно чувствительный к машинам экстренных служб. В плане полиции, ну, мигалок полиции и пожарных, и скорых. Что когда она видит одну из этих знаков, когда она видит одну из этих служб, она начинает уступать. Сейчас она увидела знак стоп где-то посередине ничего. Там был стоп, сверху, сверху я ее на бочине. Там вся карьера сделала, молодец. Мне нравится, как она на каждом перекрестке останавливается и убеждается в безопасности. Да, она аккуратно останавливается, уже не безрывного каких-то такого. Не поняла, а уже намного нижнее и увереннее это выглядит. Все, мы приехали. Она завершила двигательную тап, может просто продолжить так. Так, ну что у нас? Маршрут на Верховную Раду. Опять начинается истерика. Я хочу поворот, спричи поворот, я не хочу штраф. Вот на встречной полосе. Заложено, что она должна была поехать до середины дороги, а потом поворот направо. Потом ебан, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова